МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире электрогорское телевидение. Уважаемые телезрители, с 23-летней жительницей нашего города Дарьей Прокиной случилась ужасная трагедия. Она часто ездила по странам третьего мира, в том числе, будучи волонтером. 13 ноября во время ее пребывания в Индии ее облили кислотой. Дарью доставили в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами. Как говорят врачи, 45% поверхности ее тела повреждено кислотой, в том числе лицом. Для кого-то Дарья родственник, друг, товарищ. Для меня она одноклассница. Мы вместе учились в лицее. Она прекрасный и добрый человек, и сейчас ей требуется наша помощь. В данный момент Даша находится в ожоговом отделении Подольской больницы. По предварительным данным, на лечение и реабилитацию уже необходимо больше миллиона рублей. Помочь Даше и перечислить средства вы можете на Яндекс.Кошелек. Номер кошелька 410-013-727-261-407. Сбор средств также объявлен в соцсетях. Уважаемые телезрители, я уверен, что у вас большое сердце. И безграничные возможности этого сердца позволяют творить великие дела. А самое великое из этих дел – это помощь ближнему. Теперь о новостях региона и города. На сайте ГТО зарегистрировалось свыше 220 тысяч жителей Московской области. В начале года всего 3800 жителей области заполнили анкеты на федеральном портале для сдачи нормативов ГТО. Сейчас же мы на втором месте среди регионов страны по числу зарегистрированных. На сегодняшний день на сайте ГТО зарегистрировано более 220 тысяч жителей Подмосковья. Сейчас центры тестирования ГТО действуют в каждом муниципальном образовании области. Также работает мобильный комплекс ГТО, который в ближайшее время поедет в Черноголовку, а затем в Павловский посад, Люберцы и Талдом. Контролировать работу медицинских учреждений смогут жители Московской области благодаря новому сервису, который заработал на областном портале услуг. В режиме онлайн можно просмотреть приемы своих врачей в поликлинике, оказанные услуги в рамках каждого посещения, а также стоимость этих услуг, оплаченную из бюджета фонда обязательного медицинского страхования. С помощью этого сервиса жители области могут не только получить информацию о выписанных им рецептах льготных лекарств, но и узнать, в каких аптеках эти препараты есть в наличии. Для подключения сервиса нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Хулиган, который 26 раз сообщил о ложных терактах, получит до 3 лет тюрьмы. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в собственной квартире. В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены мобильные телефоны и сим-карты, с которых поступали звонки о террористических актах. Причины, по которым мужчина совершал ложные вызовы, он назвать не смог. В отношении преступника возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до 3 лет тюремного заключения. Под председательством главы города в понедельник прошло внеплановое заседание антитеррористической комиссии. В ходе заседания был намечен ряд конкретных мер. В том числе дано указание городским управляющим компаниям провести внеплановые проверки чердаков в подвальных помещений с целью повышения безопасности. Подробности прямо сейчас. В связи с участившимися терактами администрации города были выдвинуты рекомендации по обеспечению безопасности жителей города. Получив их, управляющие компании осуществляют дополнительные рейды по выявлению открытых чердачных и подвальных помещений. Мы делаем еженедельные осмотры подвалов и чердаков. Если что-то выявляется открытое, мы вешаем, устанавливаем навесные замки новые. За первый рейд представители ЖКО номер один проверили около 150 домов. В процессе обхода было выявлено 13 открытых чердачных помещений. На них были установлены новые замки. Что касается подвальных помещений, все они были закрыты. Помимо открытых помещений, сотрудники проверили и крыши домов на наличие посторонних предметов. Ну, посторонних нет. Предметов. Посторонних предметов тоже нет? Предметов тоже нет. Все в порядке? Да. В ходе рейда также проводились и профилактические беседы с жителями. Сами сотрудники управляющей компании говорят, что держат плотную связь со старшими по домам. В связи с участившимися терактами мы просим всех жителей быть бедительными. Если вдруг где-то подвальные помещения или чердачные вы видите открытыми, просим вас сообщать нам. Это способствует тому, чтобы вы были в целости и сохранности, и мы были спокойны за вашу жизнь. Понятно. У нас все закрыто, и там закрыто, и здесь закрыто. В связи с последними трагедиями, как для России, так и для других стран, люди стали более бдительны и осторожны к бесхозным предметам. Конечно, внимание жителей становится выше тем или иным проблемам. Больше выявляют посторонних предметов в виде заброшенных сумок, пакетов. Конечно, это да. Подобные рейды будут осуществляться и в дальнейшем. Более эффективно они будут проводиться, если жители будут продолжать держать связь с сотрудниками управляющих компаний и сообщать о каких-либо изменениях в своих домах. На еженедельном обходе сотрудников Госадомтехнадзора и администрации были выявлены нарушения по благоустройству в городе. Подробнее об этом в нашем сюжете. Делегации сотрудников Госадомтехнадзора и администрации очередной объезд начали с улицы Чкалова. Тут находится заброшенная открытая болерная, в которой, по всей видимости, кто-то уже обитает. Пока сказать ничего не могу. Ну, понятно. Предложения, направленные руководством в Москву. А Москва что говорит? На улице Горького, как и на многих других, все так же остается проблема с люками. Они либо открыты, либо разрушены, либо неясно, кто их владелец. Я вон больше половины засыпан листьями мусора. Конечно, потому что дырка туда все падает. Этот колодец не наш. У нас, если в комбинационных колодцах все чистые, там самотеком, канализацией течет. А у старых домов на Горького уже месяц не могут решить проблему с опорами для освещения. Неделя прошла, ничего. Это был прошлый объезд, а еще до этого был месяц назад объезд. Вот пишет, и ленком повторно. Восстановить опору. Горького 20-22. У магазина верная и все та же картина со складированием мусора. Тепловые заброшенные камеры оказались в магазинах. Мусора там становится все больше и больше. Вот в этой части выясняли, выясняли. Так. Камера, то все относится вот к верному. Верный, да? Да. А есть документы? Актор разграничений. Актор разграничений. Актор разграничений. И эксплуатационной ответственности. И у них должен быть самого верного такой документ. Один экземпляр. Нет, ну чтобы не создавать лишние трудности для Горославных технадзоров. Верный он не приходит. У нас все по почте. Так же, как вот эта стройка тоже не приходит. Мне надо доказательствовать. Есть акт разграничения. Конечно. Баланс свою принадлежность. Прошу копию мне предоставить. Вы и тепло отдаете? У вас есть этот акт разграничения? Давайте бумагу и все. Копия. Ну и которую неделю на фонтанной площади стоит разломанный колодец. А любимое место за площадью Советской все так же усыпано мусором. Три метра от их коммуникаций все чисто. Ну а через неделю опять будет. Все чисто. Вот эта территория за кем закреплена? Не за кем. До пятницы организую. Что мы тут приберем? Приберем. Да, на будущее будем решать. Хорошо. Приберем. Контейнерный когда здесь будет нормальная? Или она так и будет вот это все на покрышках? Все ответственные организации получили замечания и должны будут в последующем устранить недостатки. На сегодняшнем объезде мы посмотрели организацию уборки и содержания городского округа Электрогорск. В принципе территория содержится в надлежащем состоянии. Есть определенные моменты. Администрации даны указания на уборку данной территории. Исполнение предписаний взято на контроль. По исполнению предписаний по прошлому объезду в принципе на 70% все устранено. Ну а те, кто нерасторопно относится к указаниям госантехнадзора, будут привлечены к административной ответственности. Делегация продолжит свою работу на следующей неделе. С вами был Тенгиш Джелли. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин